Ферросплавный завод, возможно, будет построен в Красноярске. Точку в тяжбах края и Чексу решил поставить президент Путин. И его решение явно не на стороне жителей. Письмо президента в правительство края пришло несколько дней назад. В нем глава государства рекомендует краевым властям провести независимую экологическую экспертизу и в случае положительного заключения строить завод. И формировать положительное общественное мнение у жителей. Там прописаны даже все сроки. Наши чиновники должны уложиться максимум до 1 ноября. И вот буквально только что мы получили комментарии краевых властей. Давайте послушаем его целиком. Для того, чтобы было доверие населения к этой экологической экспертизе, чтобы не возникало ощущение какой-то ее кулуарности, мы хотим, чтобы в этом общественном обсуждении приняли участие независимые экологи, эксперты, руководители общественных организаций. Та документация, которую я видел, предполагает, что, мне кажется, мы не получим положительного мнения. Хотя давайте дождемся итогов экспертизы. Но тем не менее, если вдруг такая экспертиза будет, то дальше предполагается работа с жителями города Красноярска, которая, возможно, позволит каким-то образом изменить мнение Красноярска к этому проекту. То есть нас уговорят? Ну, сложно сказать. Уговорят или не уговорят, это уже, так скажем, вопрос, как это все будет организовано. Найдутся ли для этого правильные аргументы и в смысле, какая будет экспертиза в первую очередь. И вот все-таки, если положительная будет экспертиза, получается, что краевая власть будет выглядеть довольно глупо, учитывая, что было много деклараций о том, что завод не построят. Никто не говорит о том, что если даже будет положительная экспертиза, то это однозначно приведет к реализации проекта. Вы правильно говорите о том, что было бы проведено выявление мнений жителей города Красноярска на основании краевого законодательства. Никто нарушать закон не будет. То есть в любом случае принятие решения об строительстве этого предприятия будет обусловлено повторной процедурой и публичных слушаний и так далее. И у нас на связи лидер движения Красноярск против Артем Кордонец. Артем, добрый вечер. Что вы можете сказать по поводу неожиданного поворота в ферросплавном вопросе? Здравствуйте, уважаемые красноярцы. Этого документа я не видел. Поэтому дать ему оценку я не могу. Из представленной информации видно, что дано указание изменить общественное мнение. Это сделать невозможно, потому что никто не захочет травиться. Если строительство ядзавода начнется, это будет означать, что наш голос, голос народа, ничего не значит. Значит, это не наш город, не наш край, не наша страна. А мы лишь рабы президента, банка и чексу. Артем, скажите, пожалуйста, вы говорили о политической подоплеке этого вопроса в разговоре до эфира. Да. И в чем она заключается? Я полагаю, что президенту, если президент хотел бы построить здесь феромарганцевый завод, доступны более короткие пути для решения этого вопроса. А вот документ, который мы, к сожалению, не имеем пока возможности обсудить, больше содержит каких-то таких фантиковых, каких-то вот общих рекомендаций. И на что на самом деле направлены эти рекомендации, понять сложно. Может быть, это связано с подготовкой к будущим губернаторским выборам, потому что гораздо проще, наверное, убрать губернатора и поставить нового, чтобы построить завод, нежели заниматься какими-то письмами. И вот тот документ, о котором мы говорим, мы не знаем, что это. Это указ президента, это закон, который подписал президент, или это распоряжение. Поэтому вот оценить юридическую какую-то его сторону не представляется возможным. Но хочу еще раз сказать, что красноярцы выразили свое мнение, и никакая экспертиза, никакие письма, в том числе и главы государства, не могут изменить это мнение. И мы не можем быть рабами в своем городе, в своем крае, в своей стране. Я уверен, что все же правда, правда за нами, правда за людьми. И город, который является третьим городом в нашей стране по загрязнению атмосферного воздуха, не сможет выдержать дополнительную нагрузку в виде ядзавода. Поэтому наше мнение, это и есть закон. И против этого закона никто, и даже президент не справит идти. Артем, спасибо вам за мнение. И еще ситуацию с ферросплавным заводом. Сегодня мы попросили прокомментировать депутата Госдумы Валерия Зубова, представителей ЧИКСУ и активиста-общественника Владимира Перекотя. Вот что они сказали. Первый раз я сталкиваюсь с таким, когда президент страны, который по Конституции, гарант Конституции и ничего другого, открыто лоббирует интересы какой-то хозяйственной структуры. Не знаю, как поступит губернатор в этой ситуации. Скорее всего, что у него безвыходная ситуация. В прямом поручении отказывать президенту это не так уж просто. Вторая часть этого письма, что губернатор должен убедить общественное мнение, вот за эту бы задачу на месте губернатора я бы не взялся. Это задача собственников этого завода, которые и должны затратить усилия на убеждение населения. Мы на заседании рабочей группы, которая была создана при законодательном собрании, в начале как раз этого конфликта, мы выступали за проведение экспертизы. Независимые экспертизы, компетентные, экспертные, мы всегда выступали за такого рода сотрудничество. Несмотря на то, что даже Путин написал эти указания и распоряжения, во-первых, я не знаю, как теперь будут выкручиваться Лев Владимирович и Эдхан Шукриевич, потому что они же вслух сказали, мы все сделаем и завод построен не будет. Насчет того, что будет построено или нет, что-то мне почему-то кажется, что все равно не будет построено, потому что слишком уж задевает это интересы жителей и в конце концов они воспрямут. Очевидно, точку в этом вопросе ставить рано. Мы будем следить за развитием событий. Предлагаем вам уже сейчас присоединиться к обсуждению письма Путина